приветствую всех на своем канале напоминаю о том что если будут проблемы со звуком это значит вам нужно просто потерпеть до конца октября пока я приобрету новый микрофон конечно же оденьте наушники если есть такая возможность если нет то то значит нет и не забывайте приходить на блиц консультации информация об этом есть в разделе сообщества на выходных на каждые выходные я делаю близ консультации на разные темы с разными вопросами вот заходите смотрите читать если вам интересно и приходите буду вас ждать и кто еще не подписан на мой второй канал если есть такие люди подписывайтесь буду рада видеть вас и на своем втором канале ссылки вся необходимая информация под видео а мы с вами сегодня посмотрим четыре критерия которые покажут нам что поможет вашему росту так давайте приступим позиция номер один голубенький камешек до позиции номер один смотрим единички для вашего роста а чего вам нужно отказаться чтобы вырасти а чего вам нужно отказаться от лабиринта от бесконечных от луны до от бесконечных хождения по по лабиринту своего сознания когда заглядываете в разные потаенные углы где-то может быть застреваете что то ищите того чего нету возможно да что еще чего вам нужно отказаться от мнительность может быть для кого-то для от волнения от переживаний от непоятной ситуации иногда вы даже сами себе создаете иногда у вас по луне например и какая-то вот стрессовая ситуация ощущение того что вот вам прям просто необходимо вы сами себе создаете сами притягиваете такие состояния потому что не знаю в этом есть для вас какая-то вот прям важность что ли стресс переживания волнения надо отказываться от того что где-то если вам что-то непонятно проясняйте проливайте свет на эту ситуацию при жизни все должно быть достаточно просто и понятно прозрачно вот вам нужно отказаться от любых проявлений луны это лжи от обманов от иллюзий от заблуждений от предубеждений мнительности и все что с этим связано так что вам необходимо приобрести так мы пошли по великим арканом до 1 позиции приобрести мага необходимо приобрести больше уверенности вот здесь вы краски луна вам про это говорит из-за ваших каких-то сомнений на лунных моментов неуверенность вы лишаете себя каких-то я не знаю лишаете себя роста но я бы сказала если вот прям бытовым языком лишаете себя каких-то ситуаций чего-то нового не знаю с кем-то поговорить с кем-то познакомиться куда-то сходить почему потому что есть вот какие-то вот эти вот волнения страхи переживания ненужные что подумают что скажут то есть вот из-за этого вы теряете какие-то возможности в своей жизни поэтому что вам необходимо приобрести вам необходимо научиться больше действовать меньше быть в голове меньше рассуждать меньше дам не знаю думать как-то вот предсказывать своей голове да здесь необходимо больше действовать больше заземлять все вот эти вот свои идеи все свои мысли то есть не про то что давай я подумаю все прочитаю и потом только буду действовать нет а вам нужно сначала действовать а потом уже по факту вы будете исправлять ситуацию даже не справлять корректировать ее то есть вам не хватает какой-то узнаете больше уверенности в себя здесь кому-то знаете и желание так как таковых у вас нету я имею ввиду в плане обиции вот вы такое ощущение что вы совсем вот как будто бы не амбициозный человек вам это не нужно здесь ощущение что вы человек мира и поэтому о каких амбициях можно говорить во вселенной ну я не знаю разве что только поехать в другую вселенную здесь люди какого-то такого масштаба какого-то такого уровня что я в принципе не очень не потому что у вас нету желание то есть да вы хотели бы например больше зарабатывать но когда но это просто знать как я не знаю как идея какая-то но а если сесть и разобраться то вы придете в итоге к тому что блин да я не хочу мне эти миллионы мне так спокойно это хорошо да пускай будет там есть на несколько тысяч мне этого достаточно там не знаю я хотел бы иметь там машину какой-то определенной марки я не знаю бугатти вы понимаете что бугатти она там ну не по карману вам не то чтобы их купить а то чтобы ее содержать вот и когда вы начинаете разбираться да ладно вот блин я и там я не знаю на пежо поеду да либо там фиат покатаюсь ну что-то такое здесь что еще вам необходимо приобрести по магу колесо фортуны что еще какое-то знаете успокоение успокоение и здесь вот с одной стороны здесь как будто бы вам нужно найти середину я по моим прошлом раскладе говорила вам про про золотую середину вот здесь как раз таки про то что с одной стороны вам нужно активничать а с другой стороны когда вы начинаете что-то делать активничать вам при этом нужно делать это и состоянии спокойствие то есть не включать свою луну не переживать а получится не получится вот вам нужно действовать и быть уверенным то есть вот это вот уверенность она приходит тогда когда вот вы прямо я не знаю как-то центрированы на самом себе сфокусированы когда вы понимаете что вот у меня есть какая-то цель я к ней иду и всю свою энергию я направляю туда то есть я ее не распыляю на что-то другое здесь вот вам как будто бы вера не хватает не в себя а в то что вы хотите что вы это можете получить мало как будто бы ну опять таки это может быть наверное вера в себя здесь вот хочет сказать верьте больше в чудеса верьте в чудеса почему потому что вы прям вот как-то здесь конкретной такой логия который говорит что ну если по статистике да я не могу выиграть лотерею значит я не буду покупать этот билет потому что это выброшенные деньги если я их сложу то ну все деньги которые будут тратить на лотерею если я их буду откладывать то в конечном итоге я получу ту сумму которые мог бы получить если бы выиграл лотерейный билет то есть вот здесь вот прямо какая-то такая логика логика афа надо просто сказать да блин один билет куплю и тут будет выигрышный да вот как будто бы здесь больше надо верить в чудо в удачу если вам нужно поверить в удачу и еще что вам не хватает знаете вот у греков есть такая такая пословица выражение по-моему русских тоже где-то мне кто-то говорил есть такая то есть такое выражение смысл которого звучит следующим образом то есть ты сделай то что ты должен со своей стороны да а бог тебе обязательно поможет не просто полагайся на удачу высших сил но и ты тоже сделай что то то есть вот в таком тандеме вот здесь про это вот этого вот вам не хватает то есть да я удачник по жизни во первых со мной страны поверить в это что будет все хорошо а с другой стороны еще и сделать что-то то есть да я прописал все свои желания да я провести визуализировал да я сказал необходимые благодарности и аффирмации вот и то есть ну все это во вселенной в поле будет работать но параллельно я еще тоже сам что-то делаю в этом направлении вот вам такой позиции не хватает на данный момент для роста потому что здесь нельзя исключать и удачу да вот высшие силы и удачу здесь тоже это нельзя исключать поэтому и говорится верь ведь почему-то вы слишком верите только в себя и не верите в чудо что вам нужно в себе изменить двойку педакли вот это вот вашу ваше метание да вот это вот неуверенность дисбаланс качели в которых вы периодически находитесь а плюс ко всему здесь восьмерка жезлов двойная да и вот вот данная восьмерка жезлов здесь как раз и говорит о том что вам нужно изменить себе какую-то медлительность либо медлительности двойка мечей под обставлять этап двойка мечей двойка педакли восьмерка жезлов с чем связано к это вот ваша но неуверенность понимаете вот вы как будто бы в своей голове как-то не можете примириться с самим собой то есть одна часть вас говорил одно другая часть говорит другое и вот пока вот вы как-то сомневаетесь беседуете сами собой со своим эго вы упускаете какой-то момент и промедление здесь вы ну вот в медлите а почему вы медлите так благосклонность почему медлите да потому что вот вы я говорила точно вот этот раскладка продолжение прошлого кто не смотрел посмотрите предыдущий расклад он назывался что я о себе там не понимаю что не принимая вот прям если что я вот здесь в день ссылочку выложу посмотрите вот прям очень-очень совпадает как продолжение предыдущего расклада что что вы в себе как будто бы вот это вот двойственность вы не можете определиться да то есть мне не идти вот в духовное какое-то направление да вот здесь кого-то в духовное материальное вот вы как-то не можете это соединить в себе то есть вы почему-то все время находитесь на распутье или то или другое и вы не понимаете простую истину что можно совмещать вот здесь вот вопрос совмещения совместите то и другое а вы почему-то находитесь на распутье что надо выбрать и либо одно либо другое а здесь вам говорят что нужно изменить а не надо ничего выбирать вы совмещайте это и другое а вот мы же сказали для это ранее да а что вам нужно приобрести веру в себя да то есть то что я делаю побольше действий совершать и параллельно верить в чудо то есть и это и другое и и на себя полагаться и на помощь свыше тоже одновременно и то и другое хорошо к чему вам нужно стремиться к чему вам нужно стремиться шестерка педагли знаете хочешь сказать побольше взаимодействовать с людьми как-то вот побольше отдавать а что вам нужно отдавать десятку кубков эмоции эмоции вы прям такой человек эмоциональные вот это вот ваши сомнения они как раз такие связаны с с вашими эмоциями если вы это будете давать у вас не будет как будто бы сомнений у вас не будет вот это вот луны до когда вы и замкнуты в себе когда вы сконцентрированы здесь не на цели а на себе что внутри вас происходит начинаете это анализировать восключается эмоции начинаете переживать ну то есть занимаетесь непонятно чем вот создаете вот эту бурную деятельность своей голове и потом и сами себе сами от себя устаете и в принципе по жизни ничего не добиваетесь а здесь вам нужно вот это вот эмоциональное так скажем созерцание самого себя направлять на внешний мир то есть вот больше улыбайтесь другим людям как-то что-то рассказываете делитесь общаетесь узнавайте обращайте вот это вы знаете вам не внутри надо искать себе счастье а замечать это счастье вовне потому что вы как будто вы занимаетесь созданием и думаете о том как я могу сделать себя счастливым как я могу быть удачным то есть это очень много про этого думаете а вам надо просто понять что такое для вас счастье что такое например удача и начать это замечать во внешнем мире то есть а кто есть вокруг меня который счастливый и удачный чем больше вы будете это замечать тем больше это будет расти внутри вас то есть по сути Вы будете получать то, на чем вы работаете, только не через себя, не через интровертность, а через экстравертность. Здесь вам это показывают. К чему вам нужно стремиться? К тому, чтобы помогать больше другим людям, да, как-то при необходимости, кому это нужно, кто к вам обращается, да. Не насильно делать добро другим людям. А с другой стороны, стремиться к счастью. Стремиться к счастью, стремиться к семье, стремиться к наполненности, к эмоции, побольше позитива. К чему еще нужно стремиться? Ну вот девятки кубков, да, чтобы получать удовольствие, вам удовольствия не хватает. Больше удовольствия от себя и вообще от жизни как таковое, от наслаждения. Здесь необходимо жизнелюбие, да, когда вот вы сидите и кайфуете от того, что вот вы просто есть. У вас появляется улыбка, и потом вот эту вот улыбку, да, вы дарите другим людям. Вам нужно стремиться к позитиву, к чему-то большему, к расширению. Не к тому, чтобы это было разовое какое-то счастье от приобретения, например, чего-то, либо достижения какой-то цели. А чтобы это было ваше фоновое состояние. То есть стремиться к тому, чтобы быть счастливым по жизни. И в первую очередь осчастливить себя. И изобилие к себе, к своей любви, вот это вот, всех этих эмоций, изобилие делиться с другими. Здесь про это. Еще к чему вам нужно стремиться выйти от зависимости. Какой зависимости от того, что вот вы все должны контролировать, вы все должны понимать, вы все должны как-то решать. Все должно быть вот прям понятно, понятно, да, вот прям четко. Мне хочется сказать, что вот вам как будто бы не хватает обнять неизведанное, обнять непредсказуемое, обнять неизвестное, непонятное. Вот прям вот взять вот эти все понятия и обнять и принять их в себе. Потому что вот вы прям сложно принимаете то, что завтра вам неизвестно. Вы хотите знать его не в плане предсказаний, а в плане того, чтобы соломку где-то подстелить, что-то уже сделать для того, чтобы завтра было понятно. То есть вот здесь вот это колесо фортуны, оно прям как раз таки говорит о вмешательстве высших сил, которые говорят, а для нас места в твоей жизни-то нету. То есть ты все сам-сам. А где же мы, а где же чудо, а где же божественное вмешательство. То есть вот впусти вот это вот в себя. Сложно, сложно полагаться здесь на кого-то. Поэтому я и говорю, вам не надо полагаться только на высшие силы, да, здесь надо соединять. И я, и в то же время не изгонять из себя помощь сверху, что что-то может быть такое, я не знаю, непредсказуемое в вашей жизни. С ней там вышли на улицу и встретили какую-нибудь там кинозвезду, которая решила с вами просто побеседовать. Либо обратиться к вам за помощью. Вот, ну, я не знаю, здесь можно прям, знаете, вот прям порекомендовать. Попишите хотя бы дней 20, записывайте чудеса в вашей жизни. Какие чудеса в вашей жизни проходят каждый день. Заведите себе какой-нибудь такой блокнотик и просто пишите. Сегодня случилось такое чудо, завтра случилось такое чудо. Вам необходимо реально замечать чудеса, чудеса жизни, там, я не знаю, переходил дорогу, как-то вот задумался, вдруг неожиданно остановился, и машина прошла, и вот как-то моя жизнь спасена, да, иначе я бы и нарушил правила, и там, не знаю, подпал бы под машину. Вот что-то такое, замечаете, какие-то чудеса, либо, я не знаю, встретились в неожиданный момент, о чем-то подумали, и там вам человек позвонил вам, пригласил куда-то, там, не знаю, просто гуляли-гуляли, изобрели, нашли какой-то классненький книжный маленький магазинчик, в котором есть книга вашей мечты, которую долгое время вы искали. Что-то такое записывайте, вот прям здесь я не знаю, какой у вас этап, но вот это вот вам просто необходимо. На сейчас, так, это у меня была первая позиция, благодарю вас единички, вся информация обо мне, в моих услугах есть, по ссылке ниже, мы переходим к позиции номер два, двоечки, смотрим вам, да, вас, что вам поможет расти, что поможет вашему росту. Итак, четыре критерия, от чего вам нужно отказаться сначала, от чего вам нужно отказаться, от какого-то обучения, да, что-то здесь, какое-то обучение, какое-то начало, что это за обучение? Интересно, двойка кубков. Отказаться как будто бы от любви, от союза? А, возможно, вам нужно отказаться от обучения в каком-то партнерстве, я не знаю, либо создание чего-то, от какого-то партнерства, от какого-то тандема, от какого-то союза. Здесь, не знаю, может быть, вы с кем-то хотели что-то открыть, либо с кем-то хотели куда-то пойти учиться, либо с кем-то как-то хотите развиваться. Не знаю, может быть, вы в позиции ученика к кому-то хотите пойти. Вот здесь почему-то говорится о том, что вам здесь нужно от этого отказаться. А почему? Интересная позиция, почему? А потому что сейчас вам не нужно обучаться, вы уже, хочется сказать, вас как будто бы сама Вселенная обучает. То, что вы задумали, вы как будто бы это получите другим путем. Вам Вселенная даст эту информацию, это предложение как-то другим путем. Но здесь, я не знаю, то ли это предрассережение, то, я не знаю, от этого отказаться нужно. От какого-то предложения. А может быть, даже для кого-то это предложение, я не знаю, вступить в какой-то союз. Ну, я имею в виду про любовь здесь. Как-то так. Для меня это очень удивительный такой ответ. Я даже не знаю, что сказать. Ну, кроме того, что сказала. Хорошо, что вам необходимо приобрести сейчас, на данный момент? Приобрести. Знаете, как ни странно, вот какая-то позиция такая странная. Здесь вам необходимо приобрести самоуверенность. Самоуверенность и вот это вот желание двигаться вперед и быть победителем. То есть, вот какое-то такое чувство победы, что я могу удовлетворение от, я не знаю, реализации своих каких-то желаний, амбиций. То есть, вам надо как-то больше о себе заявлять, что ли, быть такой, знаете, немножечко самоуверенным человеком. Прямо очень странно. Потому что обычно в негативе выходит, что вот от этого избегать надо. А вам наоборот приобрести нужно. Прямо где-то говорить о себе, что вот я могу вот это как-то заявлять, не бояться здесь. И пускай вы покажетесь где-то немножко, там, я не знаю, ну, в негативном ключе вас как-то будет считывать, что вот где-то вы загордились и все такое. Вот здесь ощущение того, что вот вам сейчас вот эта вот горделивость, она прям необходима. А почему? Потому что она помогает выстраивать ваш фундамент и окан солнца. Помогает, вот вам как будто бы нужно стать немножко эгоистом. Вот как-то, причем, знаете, эгоистом, который, эгоистом и нарциссом. Прям вот, который о себе заявляет, прям говорит открыто и не боится, и не стесняется. И, то есть, пускай даже где-то может кому-то показаться, что вы хвастаетесь. И это хорошо. Вот вам вот это вот хвастовство вот прям как будто бы необходимо. Вам это нужно для того, чтобы как-то больше о себе заявлять. Возможно, через это придут к вам те люди, те партнеры, которые вам нужны. Не те, которые сейчас вам делают предложения, а какие-то другие люди по тройке пендаглей. Такое ощущение, что с кем-то другим вы будете сотрудничать. Здесь вам не те люди, с которыми у вас сейчас есть либо дружба, либо какой-то союз, тандем. Вам не туда надо. У вас кто-то другой будет. Но вам для этого надо как-то заявлять о себе, говорить о том, куда вы идете, что вы хотите, чего вы уже добили. Что у вас, что вот вы умеете, что у вас получается. Какие результаты есть, например, у ваших клиентов, у ваших проектов. То есть вот прям, знаете, нужно говорить про это. Солнце нужно светить, нужно быть на виду. Вот это вот вам не хватает. Что вам нужно изменить? Какую-то свою систему. Систему Королева Кубков. Переживания каких-то состояний, эмоций. То есть нужно изменить в себе свою какую-то, свою реакцию эмоциональную на что-то. Почему? Семерка Педа. Она не приводит как будто, да, она приводит вот к тройке мечей, да. То есть заставляет вас как-то ждать. По-моему, в прошлом раскладе прямо вот выпал как раз-таки вот этот вот союз. Только другие карты, но тот же самый союз. Семерка Педаклей и тройка мечей. Потому что то, как вы реагируете, оно приводит вас к слезам, к переживаниям, к разочарованиям, расстройствам. Ну, нехорошие, негативные эмоции вы проживаете. То есть оно как будто бы вот так, как вы себя ведете в эмоциональном плане, оно как будто бы предсказуемо, что приведет вас к чему-то негативному. То есть вам нужно как-то свою модель немножко изменить для того, чтобы и результат вы получили другой. Здесь об этом. К чему вам нужно стремиться? Так, шут. Это уже Зезлов. К новым начинаниям, к новым идеям, к новым амбициям каким-то. К проявлению себя по-новому. Здесь вы как зажечься должна, какая-то искорка внутри вас. К чему нужно стремиться? Какие-то тайны прошлого, какие-то знания, которые вам уже не нужны. Надо оставить позади. То есть что-то вы здесь изучали, а что вы изучали, это надо оставить позади. Ну, вы проходили уроки, связанные с предательством, связанные с оскорблением, с абьюзом, может быть. Ну, что-то такое негативное. Вот это вот нужно оставить позади. Здесь нужно начать заново. Да, нужно начать заново. Оставить пятерку педаклей, оставить аркан повешенный. Да, вот это вот зависание, когда ничего не происходит, жертва обстоятельств, трудные ситуации, кризисы. Вот это вот все нужно победить по аркану силы, нужно победить внутри себя. То есть к чему нужно стремиться? Стремиться к тому, что вот те прошлые ситуации негативные, которые были в вашей жизни, чтобы их не проецировать на будущее. Каким образом? Не ожидать, что так произойдет. А для этого что нужно сделать? Для этого нужно вот в вашей системе ценностей пересмотреть цены, связанные с эмоциональным проживанием. То есть вам нужна новая какая-то модель, чтобы она вас привела к новым результатам. Потому что так, как вы себя ведете сейчас, это очень предсказуемо, что и в будущем будут те поражения и те неудачи, которые у вас были в прошлом. Вы их просто будете воссоздавать. Поэтому здесь вам нужно задуматься и исправить модель. Поэтому вам и говорят, надо быть более уверенным в себе, надо быть более ярким, больше о себе говорить, больше о себе заявлять. Быть прям чрезмерно самоуверенным даже. То есть если такое прям говорится, то я представляю, насколько уровень вашей неуверенности проявлен здесь. Если вот прям в подсказках говорится, что нужно абсолютно противоположное. Да, восьмерка пендакля. Для того, чтобы вы смогли заявить о себе как о мастере. Для того, чтобы вообще получать удовольствие от бытовой жизни. Вот такая вот у меня была позиция для вас двоечки. Приходите на Блиц-консультации, которые я провожу по выходным. Буду рада вас видеть. Информация об этом в разделе сообщества. А мы с вами переходим к позиции номер три. Зелененье кому камешку троечки. Что поможет вашему росту, если таковой необходим? От чего вам нужно отказаться? От чего-то, что было в прошлом? От дьявола. Здесь дьявол говорит про силу, про власть. От какой-то власти вам нужно отказаться? В каком ключе? О чем? Здесь власть материального мира, управление как-то материи. Одержимость финансами, деньгами здесь может быть. А ну-ка, я уточню еще, от чего вам нужно отказаться. Восьмерка мечей. От того, что вы сами себя загоняете, какое-то безысходное положение. И не можете двигаться дальше. И вам приходится ждать. Но нужно двигаться. А потом всегда будет какое-то вмешательство свыше, которое заставит вас двигаться дальше, забирая, либо вынуждаясь, скорее всего, не забирая, вынуждая вас оставить позади то, что вы уже наработали. Что-то такое ценное, важное. Здесь какой-то сценарий у вас идет, связанный с тем, что я самостоятельно не хочу идти дальше развиваться. И создаю такую ситуацию, когда мне прилетает по голове свыше. И это заставляет вас... Такой пинок очень хороший. Так, а про императрицу, от чего здесь нужно отказаться? От того, что вы идете к своей цели, стремитесь сломя голову по рыцарю мечей. К чему стремитесь? К императрице. К какому-то такому статусу, удовольствию, наслаждению, реализации своих каких-то желаний. Здесь такая земная, хорошая жизнь, богатая. И в конечном итоге разочаровываетесь. А почему вы разочаровываетесь? Потому что либо приходится очень много работать, и за это получаете мало денег, либо слишком очень большая ответственность на этом пути, и опять вас не удовлетворяют ваши финансы. Да, здесь очень много волнения и переживания идет. По поводу конкуренции. И в конечном итоге это приводит к тому, что да, тоже завершение. Что 20-й, что 21-й аркан говорит. Ну, здесь какой-то такой сценарий, что вот я это хочу, хочу. Я там работаю, вкладываю, что-то делаю, беру ответственность, а не получаю тех результатов, которых хочу. Почему? Потому что вот, я не знаю, слишком за что-то цепляетесь. Либо за какой-то результат, да, цепляетесь. Я не знаю, здесь за что-то цепляетесь. Либо за какое-то свое желание. И вот до тех пор, пока вы цепляетесь за это, у вас специально забирают это, не дают вам. Либо вы только ощущаете, что вы близки к тому, чтобы получить свое желаемое, и у вас гоп, и как будто бы увели из-под глаз, из-под ног, из-под рук, а то, что вы хотите, заставляет вас двигаться дальше. Здесь как-то это имеет какое-то отношение, вот к власти, к силе. Что-то здесь не так. Что вам необходимо приобрести? Знаете, какое-то более легкое отношение. Во-первых, нужно убрать тревожность, волнение, и всевозможные сомнения, они вам не нужны. И приобрести по пятерке жезлов какой-то дух соревновательный, что ли. Как можно часто соревноваться самим собой. Вот вам бросать вызов самому себе. Конкурировать с самим собой. Это будет заставлять вас выходить из десятки жезлов, когда вот вам сложно. И в тот раз также выпало, в таком же порядке выпало десятка жезлов и десятка мечей в прошлом раскладе. Хотя я колоду мешаю. Что вам необходимо приобрести еще раз? Вам необходимо приобрести состояние, в котором вы своими страхами не загоняли бы себя до истощения. Вот я вам говорила о том, что вот вам нужно соревноваться, а сейчас у меня такое ощущение, что наоборот, нужно прекратить себя постоянно как-то вот оттачивать, что вот я должен быть сегодня лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Потому что это вот как-то не очень хорошо влияет на ваш эмоциональный фон, потому что вы входите в девятку мечей, десятку мечей, десятку жезлов. То есть это приводит, не знаю, с одной стороны, может быть, хорошо, потому что это доводит вас до края, до каких-то крайностей, до конца, и потом вот вы все равно вынуждены будете на другой уровень выйти. А с другой стороны, ну зачем доводить себя до истощения? Здесь вот как-то так. То есть что за состояние вам необходимо приобрести? Четверки мечей, побольше отдыхать, побольше отдыхать и больше заниматься созиданием, общением с самим собой, больше мечтать, фатозировать, представлять то, что вы хотите. Больше представлять. Вам необходимо здесь больше находиться в мире идей на тонком плане, для того, чтобы оттуда потом забирать необходимые вам идеи. То есть иногда у вас бывает так, что я не могу найти решение. Почему? Потому что вот именно на том уровне физическом, на котором вы находитесь, там решения как будто нет. Вам нужно почаще выходить в тонкий план в мир идей. Каким образом? Это может быть через медитацию, через расслабление, через, я не знаю, беседу с самим собой, на какие-то вопросы задавать себе, созидательно размышлять. Вот что-то такое. И оттуда будут приходить какие-то идеи и решения, которые вам необходимы. А когда вы конкурируете на физическом мире с другими людьми, вот вы как будто бы на этом уровне и находитесь. А вам для того, чтобы выйти, расти, вам не нужно как будто бы конкурировать с людьми, соревноваться, расти через других. А вам нужно расти через себя, через то, то, что вот входить вот этот вот мир тонкого плана и оттуда черпать, вот из общего поля идеи, черпать информацию, которая вам необходима. Таким образом вы будете развиваться. Поэтому вам необходим отдых почаще, почаще быть собой, почаще быть на природе, почаще отдыхать, почаще ничего не делать, не только в физическом плане, а в плане головы ничего не делать, да, то есть не думать, чтобы идеи, ну разгружать свою голову, если хочешь сказать так, чтобы идеи сами приходили к вам. Что вам необходимо изменить в себе? Аркан звезды, шестерка мечей, значит, я не понимаю, ну-ка я уточню, что вам необходимо изменить королеву жезлов. Знаете, хочется сказать, наверное, свое вот это вот состояние бизнес-леди какой-то, да, который вот все умеет, все получается, везде успевает, вот она такая общительная, коммуникационная, коммуникабельная. у нее везде есть связи, да, вот у нее все получается. Она какая-то вот такая идеальная. Здесь вот этот вот идеал, и как будто бы вам нужно в себе изменить, пойти к другим. Здесь вообще позиция говорит о том, что вот вам надо себя как-то изменить по-другому. А какие идеалы своим надо изменить? Туз Пентакли. Вам какие-то новые шансы нужны, новые возможности. Либо идеалы, связанные с финансовой стороной вопроса вам нужно изменить. Здесь как-то скорости необходимо, движение. Выйти из стабильности. Выйти из стабильности, из того, что вы привыкли. То, как вы привыкли взаимодействовать с другими людьми. Возможно, окружение здесь тоже необходимо сменить. Что за окружение новое вам нужно? Ну, Карл Пентакли. Люди более богатые, успешные. Причем богатые не только в физическом плане, но и в духовном. И люди такие легкие. По тройке кубков. Легкие на подъем, легкие на передвижение. Легкие, которые, так знаете, сорвались, поехали куда-то в поход. Я не знаю. Сорвались, поехали на какую-то экскурсию, на что-то новое, попробовать, посмотреть, что-то на себе испытать. Вам другое окружение нужно. С одной стороны, люди успешные, удачные, прям вот с деньгами. Такие, знаете, ухоженные, хорошо одеты, богатые духом, богатые менталом. Но и в то же время, для людей какие-то такие достаточно, с другой стороны, простые, к которым можно подойти, которые готовы с вами поделиться, которые готовы с вами общаться, как-то взаимодействовать. Здесь вам окружение нужно сменить. Те идеалы, которые у вас есть, в плане физического мира, здесь они вам уже не подходят. Они вам уже не подходят. Хорошо, к чему нужно стремиться? Планировать, Паша Мечей. Что нужно планировать? Интересный момент. Планировать изобилие. Но как можно планировать изобилие? Через короля кубков. Здесь вам нужно не головой как-то, вот опять-таки, знаете, вот вся позиция говорит про то, что не головой как-то, я не знаю, прописываю какие-то планы, цели, достигаю. Здесь вообще не про целеполагание, а здесь какой-то вот иррациональный подход должен быть. Я не знаю, там, через нейрографику реализации своих каких-то желаний, как там протянуть людей через какие-то знаки, символы. Вот что такое? Здесь какой-то иррациональный подход должен быть. Абсолютно новый. Вы с ним не знакомы, поэтому вам и люди должны... Хочется сказать, знаете, как? Вот как бывают глупые люди, вот им почему-то в жизни везет. Не те, которые умные, много чего умеют, там, все знают. А вот наоборот, люди такие недалекие, но вот у них в жизни как-то все складывается. Они проще относятся к неудачам, проще относятся к каким-то ошибкам. Они вообще не понимают, что они где-то ошибаются. Они просто как-то делают. У них другие навыки работают. Вот вам такие люди нужны. Я не говорю, что глупые, а я имею в виду как качество, свойства. Сказала глупый на колоде Аркан Шута. Да, вот вам как раз-таки люди Шуты, которые легко относятся к жизни. Они ни к чему не привязываются. Вот ваши... Вот то, что я говорила, дьявол, да, у вас здесь выходит. Это то, к чему вы привязываетесь к материи. То есть вот это вот чувство такое, знаете, что я хочу ощущать себя в безопасности, поэтому мне деньги нужны лишь бы для того, скорее всего, не для того, чтобы я там что-то купил, а для того, чтобы почувствовать себя в безопасности, да, что вот у меня есть там на стране, что вдруг там на черный день что-то будет. И когда вы оставляете на черный день, всегда этот черный день наступает, и вы теряете деньги. Здесь вам говорят, надо другой подход. Неправильно вы смотрите, не так нужно, нужно как-то иррационально. Я не знаю, говорить какие-то аффирмации, типа там, я не знаю, как я вот недавно услышала, сейчас я скажу, как эта аффирмация, я благодарю вселенную за аплодисменты в виде финансов, которые она мне посылает, за то, что я кайфую от своей работы в этой жизни, вот что-то такое. То есть за аплодисменты в виде финансов, прям такое вот интересное, аффирмация, прям образ такой красивый нарисовался, да, я аплодирую финансами, как можно аплодировать финансами, не знаю, но мне очень понравилось. Вот вам здесь что-то такое необходимо, вот к этому нужно стремиться. Вот я помешала колоду, и аркан шута вытащила, на дне король мечей. Знаете, хочется сказать, внесите, пожалуйста, в свою жизнь некое такое безумие, смените своего дьявола на безумие. в принципе, они очень схожи в чем-то, да, вот, но и с другой стороны очень разные. То есть вот, знаете, вот в какую-то систему необходимо внести некий хаос, не быть идеальным. Вот у меня ощущение того, что здесь некий такой перфекционизм присутствует, вот он вам не нужен. Вам не нужна конкретика, вам нужно больше, знаете, вот ощущать, я не знаю, этот мир, там, я не знаю, шестой точкой, десятой точкой, вот что-то такое иррациональное. Через какие-то знаки, через картинки, подсказки. Вот как-то так вам нужно к чему-то такому стремиться. Хочется сказать, к какому-то волшебству, то есть создайте в своей жизни волшебство. Кому-то больше иррационального. Вот шутом я вам все и перекрою. На этом у меня все. Это была третья позиция. Приходите на Блиц-консультации. Очень рада буду вас видеть. Всем, кто дослушал меня до конца, помимо третьей позиции, кто слушал с самого начала, вообще хочу пожелать вам отличных выходных, всего самого наилучшего. Будьте счастливы, живите в мире и любви самим собой, наслаждайтесь, почаще улыбайтесь, творите добро и пусть в вашей жизни все будет хорошо. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok